удивляетесь такому сочетанию я вот тоже когда в первый раз увидел чуть не упал всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду что-то в последнее время подзабросил я свои любимые быстрые рецепты но вернее в принципе мало готовлю тех вещей которые от меня требуют больших трудозатрат сам я мало времени на кухню провожу рецепт может готовиться долго но мне больше всего нравятся те рецепты которых и я мало времени трачу и рецепт готовится быстро вы меня просили несколько раз показывать вам разные салаты и я один раз такой ролик дел если вы не посмотрели щелкать сюда и посмотрите потрясающие салаты вот действительно вкусно и очень и необычно сегодня тоже хочу пройтись по салату сочетание продуктов сегодняшнем салате довольно необычно ну по крайней мере для меня и в первый раз я его пробовал с большим подозрением но вот этот салат оказался чертовски вкусным заинтриговал пройдем на рабочее место все расскажу и покажу конечно идеальным вариантом для этого салата будет использование молодой картошки мелкой но сейчас сезон этой картошки уже давно прошел поэтому я для вас для красоты картинки нашел в магазине вот такую достаточно странная картошка она молодая не знаю откуда сюда привезли и фиолетовая она не только снаружи но изнутри поставлю вариться прямо в мундире что вообще такое теплый салат википедия нам подсказывает что это фактически основное блюдо приготовленное и поданное по всем жанрам холодного салата давайте я не буду забивать вам голову определениями а подготовлю пока все состав сегодняшнего блюдо кроме картошки входят помидоры сладкий лук маринованные огурцы и рыба консервированная у меня сардины на нежу лук тонкими полукольцами хочу заметить что на мой вкус к этому набору овощей корнеплодов лучше всего подходит рыбный консерва в масле сардины сельте васи либо соленая рыба вроде все той же селедки или кильки или анчоусов вообще говоря от того какую рыбу вы используете и зависит вкус сегодняшнего блюда именно вкус рыбы является тем стержнем вокруг которого развивается основная вкусовая гамма сегодняшнего салата маринованные огурцы у меня как вы видите вот такая мелочь я их даже резать не буду и так хороши а помидорки все-таки порежу использовав хитрый прием подсмотрены в а что и быстро и удобно смотрите какая красота в одно движение открою пока баночку сардинок они не крупные совсем поэтому разрежу пополам и думаю этого достаточно вся подготовительная часть завершена подожду пока картошка доварится и так картошка готова дальше вкусовщина если вы соберетесь готовить это блюдо из молодой картошки то я посоветовал ее не чистить шкурка тонкой выглядит симпатично если же картошка не молода лучше почистить конечно не молодую крупно порезать а молодую резать не надо слегка раздавлю каждую картофель но чтобы потрескалась и лучше пропитывался ароматным маслом собираю все вместе и приправляю полю все тем же маслом из-под сардин и еще дополнительно оливкового ароматного добавлю если для этого салата вы будете использовать селедку или балтийскую кильочку или анчоусов то соль я думаю вам не понадобится у меня же как вы видели сардинки поэтому соль нужно перемешаю аккуратно салат получается очень основательный такое полноценное горячее блюдо и очень вкусные давайте снимать пробу от тепла картошки все ароматы раскрываются яркий очень насыщенный вкус в этом блюде одновременно и горячее блюдо картошка с рыбой и салат два в одном но по впечатлениям здесь гораздо больше чем два в одном это очень классно знаете еще уголочку тащу очень хорошо что интересно сейчас я использовал рыбу консерву в масле если использовать здесь соленую рыбу ну как я уже сказал селедку или анчоусов или кильочку это будет совершенно другой по впечатлениям салат тоже очень вкусный очень классный извините еще утащу кусочек теперь уже с рыбкой великолепно что особенно мне нравится даже при использовании зимних не ярких не сладких помидор все равно салат этот остается классным очень рекомендую очень вкусная штука смелее экспериментируйте с непривычными сочетаниями нет нет да и наткнетесь на что-то особенно интересное вкусное к примеру в этот салат можно добавить немного яблочного уксуса или свежевыжатого лимонного сока кислинка и картошка вместе создадут очень интересную нотку попробуйте на сегодня это все надеюсь вам понравилось попробуйте обязательно салат приготовить и отпишитесь по результатам новые зрители не забудьте подписаться а то потом потеряетесь расстроитесь спасибо за компанию всем пока а и и Субтитры создавал DimaTorzok